Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловича. 20 минут о главном. Пётр Порошенко выступил с трибуны Генассамблеи ООН. Какое слово он использовал чаще всего? Прощая оружие, генпрокурор хочет ревизии всех отечественных миномётов. Что не так с молотом? Очень важное село. В Прикарпатье сельсовет отобрал лес, выделенный правительством под национальный парк. Откуда такая смелость? Настоящий полковник, любитель Солсбери, фитнес-тренер Руслан Баширов оказался не тренером и не Башировым. Кто же он? Финал ООНовских дискуссий. Пётр Порошенко выступил на Генеральной Ассамблее Организации. Какие месседжи прозвучали и к чему призывал Объединённые Нации президент? Дмитрий Анопченко слушал выступления главы государства. Более 20 минут на английском, чтобы и залы, и западные СМИ поняли всё без перевода. Президент Порошенко выступил в зале Генеральной Ассамблеи. И этот текст сейчас цитируют, разбирают, анализируют. Дипломаты рассказывают, что когда для президентского выступления такого уровня готовится черновик, то в нём всегда есть две части. Одна так называемая ООНовская. Там фразы, обороты, предложения, которые главы государства традиционно говорят с трибуны Генеральной Ассамблеи. Ну и, конечно же, есть ещё часть содержательная. Так вот, в содержательной части выступления Петра Порошенко были слова о необходимости противодействия России на Азовском море, о необходимости миротворческой операции для Украины и о том, что нужно реформировать саму организацию Объединённых Наций, забрать право вета у страны, которая им злоупотребляет. Говоря о миротворцах, президент попросил ускорить формирование миссии на Донбасс. Это должна быть миссия с мощным мандатом и широкой ответственностью. Миссия, которая будет способствовать возвращению мира на украинскую землю, а не только поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников на Донбассе. Серьёзной опасностью Порошенко называет нынешнюю ситуацию на Азовском море и заявляет, что целью России является его оккупация. Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия систематически нарушает свободу международной навигации, как в отношении украинских, так и иностранных судов. Эти грубые нарушения необходимо остановить, в том числе с использованием Конвенции ООН по морскому праву. Сказал президент, пояснив, что действенной мерой влияния на Россию должно быть усиление санкционной политики против неё. Одновременно Украина предлагает провести мисправительственные переговоры, чтобы согласовать общий документ, который изменил бы правила применения права ВЕТА в совбезе ООН. Какими должны быть наши действия, если член Совета Безопасности, обладающий правом ВЕТА, использует его не для того, чтобы способствовать международному миру и стабильности, а чтобы помочь себе избежать ответственности? Пришло время сказать, злоупотребление правом ВЕТА – это тормоз, мешающий нашей организации действовать в полную силу. Слово, которое в выступлении украинского президента звучало довольно часто, на котором он делал особое ударение – это ответственность. Петр Порошенко говорил о том, что если Россия не понесёт ответственность за всё, что она сделала, если страны, которые нарушают международное законодательство, не будут нести ответственность, то в этом мире мало что изменится. Должно бы. Глава государства выразился чётко – отсутствие наказания как раз и привело к тому, что за нападением на Грузию последовала атака на Украину, за отравлением Литвиненко последовало дело Скрипалей. Вот главная черта современной России – им всё равно, им безразличны страдания, им нет дела до правды, им нет дела до закона. Они думают, что их военная мощь и статус ВООН дают на это право. Мы те, кто должен доказать, что они ошибаются. Мы те, кто должен заставить их не быть равнодушными, а иначе зачем мы здесь собрались? Спросил присутствующих президент в своей речи о конкретном механизмам привлечения России к ответственности, он называет процессы, которые Украина уже начала в международных судах. Из штаб-квартиры ООН Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Азовское море будут охранять американские корабли. В эти минуты в Балтиморе началась церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса «Айленд» от США. Да. Принимает суда президент Петр Порошенко. И за всем, что там происходит, следит наш американский сапкор Дмитрий Анопченко. Он с нами на прямой связи. Дима, добрый вечер. Расскажи, что это за корабли. Когда они прибудут в Украину? Наташ, ну вот только что мы увидели эти корабли. Мы с тобой сейчас ньюзмейкеры, потому что впервые на украинском телевидении, в прямом эфире, мы можем показать действительно первыми, вот как они выглядят, вот эти два патрульных катера класса «Айленд», которые Украина сегодня получит. Что произойдет сегодня? Сегодня представителям украинских ВМФ передадут документы на катера и на них поднимут украинский флаг. Все это произойдет вот буквально в течение ближайших 15 минут. Церемония должна начаться буквально вот-вот. Разумеется, есть вопрос, который возник и у тебя, который возникает у всех. Когда же украинские ВМФ смогут их использовать? И этот вопрос мы сегодня задавали представителям украинских военных. Нам сказали, что в полную силу вот эти вот катера заработают уже для Украины осенью следующего года. До этого предстоит очень сложный процесс. Это процесс их транспортировки. Но только представьте, громадины погрузят на морские платформы и перевезут в Одессу. Далее предстоит определенный ремонт. Но ремонт небольшой на самом деле. Вот как нам пояснили военные, что должны только один дизель-генератор заменить и оборудовать «Айленды» специальной связью, защищенной. Потому что американские пограничники использовали их совсем в других условиях. В условиях войны связь должна быть защищенная для того, чтобы избежать радиоперехвата. Но в принципе, вот так как планируют наши военные, уже осенью следующего года эти суда будут в строю. Потому что, несмотря на то, что американская береговая охрана их, ну не то чтобы списала, но законсервировала, вот правильное слово выберем, они в очень хорошем техническом состоянии. Ну единственное, что это важный момент, передаются они без оружия. Многие, когда смотрели на их фотографии, пытались понять, они оборудованы обычно двумя пулеметами и одной артиллерийской установкой на носу. Нет, американские военные приняли решение передать их без вооружений. Украинским военным придется отдельно этот вопрос решать. И вот эти корабли оборудовать вооружениями. Буквально через несколько минут ждут здесь президента Порошенко. Он получит документы от «Айлендов». Ну и будет поставлена точка в этой истории. Истории длинной. Было много споров, было много дискуссий по поводу этих судов. Ну вот точка будет поставлена. Они буквально через несколько минут станут украинскими. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко о передаче американских катеров «Айленд» Украине. На Донбассе сегодня 8 провокаций. География обстрелов Крымское, Золотое, Троицкое, Гнутово и Водяное. Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и бронетехники. Запрещенные калибры по состоянию на 6 вечера не применяли. Никто из украинских военных не пострадал. Провести полную ревизию минометов «Молот» обязал Минобороны генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом он заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Луценко отчитался о ходе расследования взрыва на Ривненском полигоне, где использовали этот миномет. Генпрокурор также отметил, что необходимо проверить все подобное оружие, которое использует ВСУ, если необходимо провести гарантийный ремонт. Генпрокурор также отметил, что легенды о какой-то иначе, дефективность металла, из которого сделан ствол миномета «Молот», нужно откинуть. Также есть еще один фактор – фактор эксплуатации и принятия командных решений. Ситуация на Ривненском полигоне стала такой трагичной, потому что командир этих стрельб не выполнил все настановки про эксплуатацию минометов. Новые подробности в деле об убийстве бердянского активиста Виталий Олешко. Орджоникизинский райсуд Запорожья обнародовал показания одного из подозреваемых. Он сознался в преступлении и рассказал, что убийство совершил по заказу владельца местного ресторана «Мохито». С ним он познакомился летом во время отдыха в Бердянске. Один из товарищей Олешко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что подозреваемый – это Артем Матюшин, бывший боец батальона «Торнадо». Вчера ряд общественных организаций анонсировали акцию «Молчание убивает». Ее цель – обратить внимание властей на многочисленные нападения на активистов. В 6 часов вечера несколько сотен человек, среди которых общественные лидеры, адвокаты и сами активисты, собрались в правительственном квартале. Митинг запланирован до глубокой ночи, так говорят пикетчики. Они требуют от властей расследовать нападения на активистов и наказать виновных. Подобные митинги, на которые пришли сотни человек, начались также в Харькове, Днепре и Львове, но там пикетировали местное управление полицией. А вот в Одессе акция не состоялась, активисты уехали в Киев. Я напомню, только за последнее время в Украине убили, избили и покалечили несколько человек, среди них Виталий Олешко, Екатерина Гадзюк и Олег Михайлик. В деле о покушении на жизнь одесского активиста Олега Михайлика из Одессы суд избрал меру пресечения подозреваемым. Я напомню, все трое это граждане Грузии. Свою причастность они отрицают. Один из них инвалид первой группы. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. Одного из подозреваемых, Торнике Герасина Нагладзе, в суд доставляют под конвоем прямо из больницы. В зал завозят на каталке. Торнике, а также еще двоих граждан Грузии, Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе, прокуратура подозревает в покушении на активиста Олега Михайлика. С помощью специальной программы якобы удалось установить, что мобильные телефоны, а значит и сами фигуранты, в момент нападения находились в районе совершения преступления. Прокурор просит для Герасина Нагладзе два месяца в СИЗО без права внесения залога. Адвокаты парируют. Все это лишь предположение, потому что до сих пор не проведена баллистическая экспертиза. Ведь пулю, выпущенную в Михайлика, врачам пока не удалось извлечь из тела. Защита настаивает на том, что ходатайство прокуратуры о заключении под стражу не обосновано. Родные подозреваемого уверяют, в СИЗО он находиться не может, так как уже несколько лет после тяжелой травмы позвоночника, полученной в ДТП, парализован. В итоге суд принял решение арестовать Герасина Нагладзе и остальных двоих подозреваемых. Два месяца все проведут в СИЗО. На заседании оборонного комитета Верховной Рады говорил об этом и сам Юрий Луценко. По его мнению, это расплата активистов за их гражданскую позицию. Эти напады часто связывают с репрессиями о проукраинских элементах на певне и сходе Украины. Думаю, что это так и есть. Не хочу сказать про все случаи, потому что в некоторых это исключительно бизнесовые или криминальные разбирки вокруг бизнесов, которые ведут в том числе и активисты. Но в большинстве случаев это покорение за активную гражданскую и украинскую позицию. Что касается состояния здоровья самого пострадавшего Олега Михайлика, единственное, что говорят врачи, он постепенно выздоравливает. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Президент Петр Порошенко заявил, что разделяет волнение участников акции. Он также обеспокоен многочисленными нападениями на активистов. Об этом сообщили в администрации президента. В заявлении говорится, что Порошенко недоволен общей криминогенной ситуацией в стране и требует скорейшего расследования покушений на активистов. Стрельба из-за срубленных деревьев. В Буче под Киевом тетушки подрались с местными жителями и полицией. Строительный конфликт в этом городе продолжается уже давно. Об очередном обострении узнаем от Ольги Теребинской. Огнетушители, взрывпакеты, газовые баллончики и пистолеты. С таким набором инструментов неизвестные приехали рубить лес на территории спорткомплекса Кампа в Буче. Местные жители вышли к рабочим и попробовали остановить вырубку, но те действовали под прикрытием тетушек. Завязалась драка. Тетушки выгнали местных жителей с участка, когда приехали полицейские и их тоже. Я сотрудник полиции, меня вырубили. Я пришел. Громадяны в Буче. Я громадян. Чего громадян? Киева. Киева. Что ты в Буче делаешь? Я просто стою, а ты меня штовкаешь. А ты меня штовкаешь. Что ты меня штовкаешь? В итоге тех, кто не успел убежать, поймали и отвезли в участок. Но всех 18 человек в тот же день отпустили. Впрочем, история на этом не закончилась. Местные жители рассказывают. Около пяти вечера они снова услышали звук пил. А когда вышли на улицу, на них напали. Киевский хозяйственный апельсионный суд дал разрешение на застройку этого участка земли компании «Комфорт ЛТД». Во время уничтожения деревьев присутствовал представитель застройщика, который показал разрешение на вырубку сухостоя. Но уничтожали живые деревья. Здесь есть застройщик с желанием построить здесь дома с циничным названием. Волшебный лес. Волшебный лес ценой уничтожения около 200 реликтовых деревьев. Узнать позицию областной прокуратуры нам сегодня не удалось. Пообещали ответить завтра. Но активисты настроены решительно. Со своей стороны спускать это дело на тормозах не собираются. Мы считаем, что есть все подставы подавать кассационную скаргу. Есть криминальное проведение. По факту, наносит телесных ускорбов, незаконное снищение зелених насаджений. Мы будем наполягать, обратиться, наполягать, чтобы в рамках криминального проведения была укладена арест на эту земельную делянку. В течение всей недели утверждают местные жители. Рабочие тихонько, каждый день уничтожают деревья и сразу вывозят доказательства. Так что пока в прокуратуре будут ждать очередного суда, защищать, похоже, будет нечего. Ольга Теребинская, Вадим Реун. Подробности. Телеканал Интер. А во Львове активисты пикетировали местную налоговую. Требовали вернуть миллионные долги в государственную казну. Все подробности в материале. Государственная фискальная служба во Львовской области. У здания активисты общественной организации СтопКор. В руках плакаты и громкоговоритель. Требует вернуть в областной бюджет около 40 миллионов гривен. Все деньги Софиенко в бюджет державы. Все деньги потребуют громады. Все деньги потребуют и нам, украинцам, для обеспечения жизнедеятельности державы Украины. По мнению активистов, деньги должна Леся Софиенко, которую они называют пособницей президента Януковича. По данным участников акции, как бизнесмен, женщина получила за рубежом более 200 миллионов гривен доходов и ничего не заплатила в бюджет. Чему Леся Софиенко не заплатила в бюджет Львовской области миллионные суммы проведения находятся без действий в вашей будивле? Поднимите документы, скажите, дайте ответ, чему вы мовчаете? Но к активистам никто не вышел. Они зашли в здание, чтобы передать обращение руководству. Все, кто тут забрался, хотели бы почувствовать по проверке пару половин. Может, у вас есть какие-то поведомления? Под давлением активистов работники ФС пообещали, что начнут проверку. Переверка будет длится с 25 вересня по 1 жевтня. И до 8 жевтня надается период для оформления документов. Активисты говорят, что в области много случаев коррупции, которые требуют немедленного рассмотрения. Поэтому обратились к правоохранителям не затягивать с этим. И ученик полиции области, и ученик прокуратуры области. Я от них лично прошу негайной реакции, чтобы прискорить негайное выполнение норм чиновного законодательства, связанных с эффективным и результативным расследованием. Кстати, это не первое дело, которое решили расследовать активисты СтопКора. Члены общественной организации – это юристы, журналисты, участники АТО. Они объединились, чтобы противостоять несправедливости и помогать людям бороться с коррупцией чиновников. СтопКоровцы расследуют незаконные схемы обогащения, нелегальные застройки, случаи самовольной вырубки леса. Действуют подчас. Жестко, за что им часто достается. Что же касается дела Леси Софиенко, то если его не будут расследовать, активисты обещают прийти ко львовским фискалам снова. Антикоррупционные акции также планируют провести в Херсонской и Риминской областях. Иван Элина, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львов. На развитие инноваций из госбюджета выделили 300 миллионов гривен. А Кабмин разработал программу поддержки для предприятия. Об этом на заседании Комитета по промышленному развитию заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, внедрение новых технологий на производстве – ключевые условия развития экономики, прежде всего в аграрном секторе и дорожном строительстве. «Поддержка будет направиться на реальное создание инновационного продукта. Это не только порады, а это в основном співфинансирование, что, до речи, очень важным, співфинансирование государства и реального бизнеса, предприятия на создание инновационного продукта. Это может быть какая-то сложная техника новая, инновационная. Это может быть и другие продукты, в которых есть сегодня потреба для Украины. И таким образом мы обеспечиваем синергию реального сектора и поддержки державы». С сегодняшнего дня существенно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Изменились и правила парковки, а у полиции стало больше полномочий. Каких, расскажет Руслан Смещук. За превышение скорости 3400 гривен, за непристегнутый ремень 850, управление без прав 10 тысяч гривен штрафа. А если поймают еще раз, уже более 40 тысяч. С сегодняшнего дня в Украине вступают в действие уточнения к ПДД. Водители новыми штрафами довольны, по крайней мере, на камеру. Штрафы будут относительно великими, то водитель будет задумываться над тем, что он делает на дороге. Теперь выписать штраф могут без водителя. Главное – фотофиксация нарушения, в том числе и с помощью камер наблюдения, которые пока что массово не работают. По новым правилам не уйдут от ответственности и владельцы евроблях. Чем дороже, тем краще. Если автомобиль с иностранной регистрацией вез гражданин Украины, то штраф отправят ему по адресу прописки. Если же это был гражданин другой страны, постановление об административном правонарушении ему выдадут пограничники при выезде из Украины. В случае неуплаты запретят въезд в страну. Вот вы сейчас порушуете, паркуетесь неправильно. Чему так стало? А я чекаю женку три минуты и хочу дозвониться, чтобы она пришла. Но, пожалуй, самое революционное изменение в правилах парковки. Точнее, наказание за их нарушения. Новый закон даёт смогу штрафовать людей, даже тогда, за порушения, когда их нет на месте. Адже сейчас, на данный момент, мы не можем скласти никакую постановку, ничего, на водителя, которого нет биле его транспортного засоба. Теперь у полиции больше полномочий при эвакуации неправильно припаркованного автомобиля. Стоить это будет минимум 720 гривен и ещё 144 гривни в сутки за хранение на штрафплощадке. К тому же в Киеве появится муниципальная парковочная инспекция. Вся система построена за счёт уведомлений, почтовыми заказными уведомлениями. Поведомления будут рассылаться заказными письмами. Соответственно, оплата будет производиться сугубо через банки, то есть ни в коем случае не на месте. Впрочем, по мнению экспертов, снизить аварийность и разгрузить дороги поможет не увеличение штрафов, а невозможность избежать ответственности. Государство не должно обеспечивать неограниченную парковку всем в любой точке Украины, в любой точке Киева. Приезжая на Крещатик, вы должны понимать, что либо вы платите деньги, либо вы едете на такси и тоже платите деньги, либо вы идёте пешком, либо на общественном транспорте. Невже людина перевищает швидкость через то, что штраф малый? Нет, людина перевищает швидкость через то, что она сподівается, что она не сплатит ни одной гривни. А если человек за каждое перевищение швидкости будет сплачивать по 300 гривен, то я думаю, что и по 100 гривен будет достаточно для того, чтобы никто не порушивал режим швидкости. Уже сегодня в столице заработали новые эвакуаторы. Руслан Смещук, Юлия Косян, Виталий Коваленко и Геннадий Аникейенко. Подробности телеканал Интер. Массовый обыск и в Украфтодоре. Полиция и СБУ проводят следственные действия сразу в 15 областных управлениях. Уже объявили первые подозрения. Заместителя службы автомобильных дорог Киевской области обвиняют в махинациях с тендерами. По данным следствия, только этот чиновник нанес в стране убытков на 4 миллиона гривен. Общая же сумма ущерба превышает 220 миллионов. Дорогие энергоносители, и дефицит кадров – это главные причины, по которым средний бизнес в Украине вынужден сокращать производство. Почему в этом секторе практически отсутствует государственная поддержка? Разбирались наши корреспонденты. Запорожскому предприятию Айс 60 лет. Специализация – выпуск мороженого и полуфабрикатов. Еще недавно устроиться сюда на работу было не только престижно, но и сложно. Сегодня же в отделе кадров десятки вакансий. Не хватает как рабочих, так и топ-менеджеров. Дефицит абсолютно в каждом подразделении, в каждом, ну, в свою, да. У нас есть на сегодняшний момент своя фирменная сеть, есть дефицит с продавцами. Потому что люди уезжают за границу, уезжают работать в Польшу. Тотальный дефицит квалифицированных кадров – то, с чем сталкивается сегодня отечественный производитель, отмечает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. И решать этот вопрос нужно на государственном уровне. Первое – дать возможность дышать предприятиям, чтобы они нанимали рабочих, и рабочие места были здесь, и увеличивать зарплату. А второе – готовить квалифицированные кадры, не сбрасывать это на местные советы, а эта государственная политика должна быть по поддержанию ПТУ, по их развитию, потому что бы отбирать профессии на рынке труда, те, которые нужны, и готовить этих людей. Убивают средний бизнес и высокие тарифы на энергоносители. Из-за неподъемной цены на газ – 500 долларов за тысячу кубов – на заводе вынуждены были закрыть пекарни. Себестоимость у нас стоит в основном, ну, наверное, процентов на 70. И стоимость энергоносителей, соответственно, высокая цена на газ нас просто подспорила к тому, чтобы мы это производство свернули. Дорогие энергоносители и недоступные кредиты убивают отечественного производителя. Сейчас предприятие работает только на 20% мощности. Предприятие просто уничтожается такой ценой на газ. И как только будет сменена власть, я гарантирую, что мы просто поменяем эту систему, мы вернем цены на газ, таких, как они были раньше, когда я был министром энергетики. У меня в мыслях не было ставить 500 долларов цену на газ и таким образом гробить отечественное производство, отечественную промышленность. Лидер оппозиционного блока уверен, тарифы на газ завышены как минимум в два раза. И если их снизить, эффективнее заработает экономика. Соответственно, вырастут зарплаты, а отечественная продукция станет конкурентной на мировом рынке. Константин Редин, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал «Интер Запорожье». Дело экс-нардепа Николая Мартыненко сегодня слушали в Шевченковском райсуде Киева. Я напомню, процесс этот длится два с половиной года. Адвокат Петр Бойко убежден, что представители САП искусственно затягивают дело. Сегодня сторона защиты просила об отводе прокурора Андрея Петрова. Защитники утверждают, что он позволяет себе некорректное поведение во время заседания и оскорбляет подозреваемых. Суд прошение удовлетворил и постановил, что в следующий раз начнут рассматривать дело по сути. Пирог ставится до нас, как уже до моих клиентов, как уже виноватых, что они уже совершили этот злочин, хотя вина их не доведена. Он позволяет себе висловлювать, что я вас ненавижу, вы должны сидеть в тюрьме и ваше место в тюрьме. Самое основное, что началось, начался рассматривать дело по сути. Это очень важно, потому что НАБУ пыталась затягивать рассматривать дело по сути и говорить о том, что мы винны без суд. Но посмотрите, как дело началась. Когда начались первые взвинувачения, я сразу складывал депутатский мандат, сказал, расследуйте. После этого меня начали арештовывать. Для чего? Скажите, пожалуйста, для чего это делается? Я куда-то текал, куда-то ехал. Рейдерский захват заповедных земель. В Прикарпатии сельский совет забрал у национального парка почти 900 гектаров леса. На каком основании и есть ли шанс вернуть природно-заповедный фонд, выясняли мои коллеги. Это территория Ешешевского природоохоронного науково-доследового отделения. Эта часть и вот эта часть. Это территория Косевского природоохоронного науково-доследового отделения. Все эти земли, более 32 тысяч гектаров, территория национального парка Гуцульщина. Создали его 16 лет назад. В состав тогда вошла и часть территории Пистинского сельсовета. Сегодня участок пытаются отобрать, заявляет руководство парка. Рейдеры захватили уже почти 900 гектаров. Сначала депутаты Пистинского сельсовета расширили границы села, включив лесные массивы. Далее, ни с кем не согласовывая, передали их под охрану Кутскому лесхозу. Но селяне утверждают обратное. Дескать, хотят спасти лес от нещадных вырубок, которые затеяли представители парка. Что творится в семье, это просто жах. Они отводят трубку, это растущие старовиковые деревья, здоровое дерево, которое уже отведено и ждет только бензопилы и представители парка. Города не хочет дать, вынащить лес. 48 гектаров полностью снищено. Там растет лещина верба, там нет смерек и леса. Опровергают сельские чиновники обвинения в рейдерском захвате лесов. Уверяют, просто вернули то, что и так им принадлежало. Решение Пистинской сельской рады есть законным. В 2002 году вернулись к сельской рады для того, чтобы выделить землю под национальный парк. Сельская рада не погодила и никакие земли сельская рада не погодживала. Тем не менее, прокуратура подала в суд иск о признании решения Пистинского сельсовета незаконным, а в полиции открыли уголовное производство. В Министерстве экологии, которому подчиняется Нацпарк, действия сельских чиновников назвали беспрецедентным посягательством на территорию заповедного фонда Украины. И отметили, распоряжаться землями может только Кабмин, а не местные органы власти. Елена Зурина, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В незаконных вырубках леса подозревают советника мэра Харькова. Прокуратура сообщила ему о подозрении. Следователи установили, что чиновник незаконно отдал под строительство жилья 22 сотки земли, принадлежащей лесной научно-исследовательской станции. Прокуроры уже обратились в суд с требованием взять чиновника под круглосуточный домашний арест и отстранить от должности на период расследования. А незаконно приватизированные участки вернуть государству. Фамилию подозреваемого в прокуратуре не называют, но по данным СМИ это Юрий Санин. Жители Черновцов вышли на протест. Они требуют уволить руководителя патрульной полиции области Артура Шкроба. Люди возмущены тем, как расследуют аварию с участием правоохранителей. Активистов пустили в здание управления полиции и к ним вышел сам Артур Шкроб. Я напомню, 16 сентября в Черновцах машина патрульных насмерть сбила мужчину. По версии полиции экипаж преследовал нарушителей, поэтому спешил, но скорость якобы не превышал. И произошло это все в нескольких метрах до пешеходного перехода. Свидетели же уверяют, что мужчину сбили непосредственно на зебре. В момент ДТП видеорегистратор патрульных был отключен, хотя по инструкции преследование нужно фиксировать. Сегодня в полиции сообщили, что вместо видеорегистратора на зарядке стоял телефон. Смерть женщины на территории киевского ЖК Грюнвальд не несчастный случай, а халатность застройщика. Так считают юристы и жильцы этого новостроя. Я напомню, на прошлой неделе в Святошинском районе Киева возле недавно возведенного дома погибла женщина. С 21 этажа на нее упала металлическая конструкция. Как выяснилось, пенсионерка работала в продуктовом магазине на первом этаже этого здания. Почему в недостроенном доме уже открылся магазин, а на стройплощадке не было ограждений, предстоит разобраться полиции, представители застройщика ситуацию эту не комментируют. Страшная пирамидальная преступная схема, которая называется в Украине жилищным строительством, она приобрела абсолютно чудовищные и необратимые масштабы. Понятно, что видимо и внутри этого помещения нет условий, ей пришлось выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Нет, это не несчастный случай. Это преступление, совершенное во время строительства. В данном вопросе за это несет прямую ответственность непосредственно за стройщик. Кто-то уронил, кто-то не закрепил, кто-то не проконтролировал. Как создать бизнес, который принесет не только прибыль, но и пользу людям? Об этом говорили в первый день саммита для предпринимателей в Киеве. Одна из главных тем – это отношение государства к благотворительным организациям в Украине. Все подробности в нашем материале. Благотворительные организации в Украине работают в непростых условиях. Нет законодательства, которое бы поощряло такую деятельность. Об этом во время дискуссии заявил меценат Александр Фельдман. Тем не менее, статистические данные показывают, что количество людей, которые помогают другим, растет. Это естественное состояние человека. Просто надо разбудить, либо убрать ненужные придуманные измы, либо придуманные какие-то вещи, которые мешают человеку раскрыться и проявиться. Все люди добрые, но не все это знают. То есть надо помочь открыть и сказать, что каждый может этим заниматься. Не важно, он дает деньги, или он улыбается другому человеку, или похлопал по плечу, или просто постоял, выслушал. Это все элементы благотворительности. Александр Фельдман представил участникам саммита ключевые проекты, созданные на базе социально-гуманитарного мультикомплекса «Фельдман Экопарк». Одно из главных направлений – анимал-терапия, реабилитация детей и взрослых с помощью животных. Существует центр уже более пяти лет, который занимается реабилитацией детей и подростков с особыми потребностями. На сегодняшний день мы также реабилитируем и взрослое население, которое нуждается в психологической помощи. Представили на саммите и проект по спасению животных «Добрый дом». За восемь лет работы волонтеры спасли почти 20 тысяч животных со всей Украины. Один из подопечных – пёс Тоби, которого волонтеры нашли у дороги. Врачи предлагали его усыпить. Травмы были несовместимы с жизнью. Его мы собрали. Была применена методика как людям, поставлены штифты и проволока для того, чтобы был подвижный механизм. Мы ему сделали коляску благодаря волонтерам для того, чтобы поддерживать позвоночник. И сейчас он уже становится на все лапки. Александр Фельдман предложил участникам саммита объединить силы в доработке законодательства, касающегося работы благотворительных организаций, чтобы оно соответствовало международным стандартам. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Не турист, а полковник разведки. Журналисты-расследователи выяснили настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении новичком в Солсбери. Специалист по фитнесу Руслан Баширов оказался Анатолием Чупигой, полковником ГРУ и Героем России. Светлана Чернецкая расскажет подробности. Ни одна британская газета не обошла вниманием новые подробности по делу отравления новичком. Это топ-новости в телевизионных новостях. И никто не ставит под сомнение надежность новой информации. Имя и биографию так называемого Руслана Баширова разоблачили журналисты группы Bellingcat. Это расследователи, которые в частности помогают официальному следствию по делу сбитого над Донбассом Боинга MH17. По их данным, Баширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чупигой. 39-летний мужчина учился в элитном военном командном училище в Благовещенске. Именно оттуда и начали расследование журналисты. Обнаружили, что он также служил в элитном подразделении спецназа под командованием ГРУ. Это же подразделение сыграло ключевую роль во Второй Чеченской войне, а также было замечено вблизи украинской границы в конце 2014 года. Тогда же Чупига получил звание Героя России, высшую государственную награду. В своем выступлении на Генассамблее ООН британский премьер Тереза Мэй в очередной раз обвинила Москву в отравлениях в Солсбери. Такие страны, как Россия, жестко нарушают международные нормы. От захвата суверенной территории до безрассудного использования химического оружия на улицах Британии агентами российского ГРУ. В британской прессе удивляются, что организовать отравление в Солсбери отправили полковника, да еще и героя России. Обычно полевую работу выполняют оперативники со званием не выше капитана. В Москве эту информацию называют манипуляцией и напомню, что сами подозреваемые в отравлениях в Солсбери отрицают свою причастность к преступлению. Называют себя туристами, которые приехали на два дня в Британию, чтобы посмотреть собор в Солсбери. Великобритания готова привлечь к ответственности россиян. Лондон уже получил европейский ордер на арест Баширова и Петрова. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Сложный гость. В Германию с государственным визитом прибыл президент Турции Раджеп Эрдоган. В стране он пробудет три дня, встретится с топ-политиками в Берлине и откроет центральную мечеть в Кельне. В аэропорту Эрдогана встретили мини-акции протеста. Ее организовали члены организации «Репортеры без границ». Татьяна Лагунова расскажет подробнее. Все центральные улицы Берлина перекрыты. Госучреждения, которые будут посещать президент Турции для официальных встреч, взяты под усиленный контроль. А возле отеля, где он остановился, даже заварили все канализационные люки. Германия встречает Раджепа Эрдогана усиленными мерами безопасности. Мы вывели на дежурство несколько тысяч полицейских. Самый сложный день – это пятница. Завтра в городе пройдут сразу несколько демонстраций. Ожидается, что в акциях протеста примут участие более 10 тысяч человек маршем. Они пройдут от Бранденбургских ворот к президентскому дворцу, где завтра вечером состоится банкет в честь визита Эрдогана. Тот самый прием, который решили проигнорировать некоторые немецкие политики. Я считаю, что мы должны выйти на улицы не против чего-то, а за демократию, свободу прессы и прав человека. Нужно показать правительству, которое принимает Эрдогана, что такая политика неправильная. Акции в поддержку планируют и сторонники Эрдогана. Правда, их на улицах Берлина будет значительно меньше. Визит президента Турции критикуют прежде всего из-за его формата. Он государственный. Это значит, что Эрдогана будут принимать с воинскими почестями, красными дорожками и торжественным банкетом. Официальный Берлин парирует протокол. Есть протокол, а показательные демарши – не лучший способ наладить диалог. Главная тема этого диалога – ситуация в Сирии, миграционный кризис, экономические проблемы, которые переживает Турция и соблюдение прав человека. В первую очередь – освобождение граждан Германии, которые находятся под арестом в турецких тюрьмах. Будут затронуты темы, которые интересны обеим договаривающимся сторонам. Климат в отношениях может немного улучшиться, но противоречия останутся. Поле для переговоров ограничено. Прорыва не ждет и официальный Берлин. Скорее, это первый шаг к потеплению отношений. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Прелюбодеяние больше не преступление в Индии. Почти 160 лет в этой стране действовал закон, по которому мужчин лишали свободу на 5 лет или штрафовали за интимную связь с замужней женщиной. При этом жене-изменника запрещалось жаловаться на этот адюльтер. Верховный суд отменил эту норму после иска индийского бизнесмена, который усмотрел в колониальном законе дискриминацию прав женщин. До сих пор супружескую измену считают преступлением в Иране, Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Бангладеш и Сомали. У меня на сегодня все. Итоги недели завтра в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Я прощаюсь с вами до субботы и хорошего вечера.